Вот так вот выглядит у меня рабочее место. Я сейчас готовлю семена помидоров к замачиванию. Что мне для этого нужно? Для этого нужен список всех сортов гибридов. У меня их 50. Сами семена. Стопочка тряпочек разных, нарезанные вот приблизительно такого квадратика. Беру тряпочку, шариковой ручкой подписываю название сорта, высыпаю то количество семян, которое мне нужно, заворачиваю это все вот в такой вот треугольничек и складываю под резиночку. И так мне нужно проделать со всеми семенами помидоров, которые мне нужно замочить. Субтитры создавал DimaTorzok Следующим этапом мы берем горячую воду. Вода должна быть горячая, но пальцы не обжигать. Теперь берем марганцовку. Вот так вот я беру на кончике ножа. И не пугайтесь, раствор нам нужен темный. Я обычно пару минут дожидаюсь, чтобы эти кристаллики марганцовки хорошо-хорошо растворились. Вот так вот, чтобы не было ожога у семян. Эти кристаллики нам нужно растворить хорошо. Раствор должен быть темный, марганцовка темная, чтобы обеззаразить нам все наши семена, чтобы летом росток помидора не болел. И марганцовка нам дает еще удобрение, потому что это марганец. Это удобрение для нашего будущего растения. Вот так вот растворяем все кристаллики. Вода горячая, но в пальце терпимо. И теперь я беру наши все эти заготовленные пакетики с завязанными семенами и окуная сюда. Не бойтесь, семена не сварятся, потому что еще раз повторяю, что вода не кипяток. А немножечко, чуть-чуть остывшая, то есть моим пальцем не печет. Но и не теплая, больше, чем теплая. Вот так вот мы окунаем сюда. И эти семена я оставляю на полчаса в этой марганцовке. Прошло полчаса. Можете заметить, что вода поменяла цвет, она стала коричневатая. Это все хорошо, значит процесс обеззараживания прошел удачно. И теперь нам нужно эти семена промыть под проточной водой. Вода должна быть тепленькая, несколько раз промыть под краном. Прямо отжимая, промывая и отжимая все эти пакетики. Промытые в теплой воде под краном семена я складываю в пакет. Вот так вот хорошо его закрываю, закручиваю и кладу в махровое полотенце. И кладу эти семена в теплое место на два дня. Мой метод замачивания семян отличается тем, что я семена еще закаливаю. То есть два дня у меня помидоры лежат вот так в пакете в теплом месте. А потом этот пакет я кладу в холодильник. И еще в холодильнике у меня семена лежат от двух до пяти дней. Этот метод замачивания семян помидоров путем закаливания в холодильнике мне нравится еще потому, что когда я вынимаю эти семена из холодильника и высаживаю их в землю, они попадают в теплое помещение, они прорастают просто мгновенно. Они попадают из холода в тепло, семечка невероятно быстро и очень равномерно всходят эти семена помидоров. То есть они сразу, когда вы посеете, буквально ровненько, все будут одинаковые, всходят прекрасно, когда они попадают из холодильника в теплое помещение. Таким образом, замоченные семена, они уже подготовлены к стрессовым ситуациям, именно погодным, к скачкам температуры, к каким-то неблагоприятным погодным условиям. Заворачиваю пакет с помидорами, с семенами, вернее, в полотенце. И это полотенце кладу в теплое место на два дня. Через два дня достаю помидоры с этого полотенца и помещаю их в холодильник, в дверцу холодильника. И там они будут лежать два-три дня. И после этого я их буду высаживать. Шло два дня, вот так вот в пакете у меня лежали два дня семена. И вот, смотрите, уже есть вот белые корни. Сейчас я вам покажу, что получается. Когда прошло два дня, они лежали у меня на теплом стеллаже. Вот, смотрите, уже показались вот такие беленькие корешочки. Это отличное время. Сержант Пеппер. Прекрасно. Вот когда вот так вот уже за два дня показались корешочки, мы все это опять складываем в пакет. И я кладу все эти семена в холодильник, в дверцу холодильника. И там они у меня будут лежать еще два дня до самой высадки в грунт. Два дня еще в холодильнике. Эти семена будут закаляться. После такой закалки помидоры у нас растут красивые, не болеют. И никакие изменения, колебания, температуры летом, холодные ночи этим помидорам не страшны. Когда я достану через два дня эти семена из холодильника, из холодного места в теплое, и высажу их в землю, они сходят все ровно-ровно одновременно. Потому что они из холода, эти семена, попадают в теплую среду. И все одновременно очень быстро, красиво, ровно сходят в стаканчиках. Это я вам показала, как замачиваю обычные семена, необработанные, или которые собрала я сама лично. А вот семена, которые обработаны вот таким образом, или террамом, или еще каким-то средством обеззараживающим, такие семена я сею без замачивания. Ну, как я высаживаю семена, это общее правило и для семян, которые замачиваются, и которые сеются сухими семенами, обработанные семена. И у них у меня все основное, основные посадки одинаковые. Я беру пластиковые стаканы, пол-литра, подписываю на нем название. Вот так вот название у меня подписано. Лучше всего подписывать вот таким корректором белым. Этот корректор выдерживает надпись А, что посадок. Была у меня история с вот такой вот лентой малярной. Название я писала на малярной ленте. И когда мои семена стояли, у меня уже растения большие, на пекучем солнце, на балконе, уже большие помидоры, эти названия выгорели. Поэтому теперь я название помидора пишу корректором. Земли для посадки я набираю полстакана. Это делаю для того, чтобы когда вырастет растение, я еще подсыпаю землю до семи долей. Все это я вам буду показывать. Поэтому в земли я сначала насыпаю половину стакана. Что делаю дальше? В чайнике у меня кипяток. И я наливаю, ну, буквально как две столовые ложки воды. Вот именно в то место, куда я буду класть само зернышко. Немножко воды, чтобы здесь болота не было. А грунт должен быть влажный. И когда я проливаю кипятком вот так вот две столовые ложки в каждый стакан, оставляю немножко остыть. И рукой трогаю, когда земля будет теплая, приступаю к высадке семян. Теперь в стаканчиках земля остыла. Она теплая, вот так я трогаю. И приступаю к посадкам. Я еще раз повторю, что семена у меня эти обработаны. И поэтому предварительное замачивание им не нужно. И раскладываю вот так, как бы вы хотели, чтобы у вас стаканчики лежали, росли, вернее, помидоры. Вот так и раскладываете. Вот приблизительно друг от друга. Каждый стакан я сажаю по два растения приблизительно на вот таком расстоянии. И теперь сверху присыпаю землей где-то полсантиметра. Много не надо. Все будет хорошо. Полсантиметра. Ну, если сантиметр сделаете, тоже будет неплохо. Вот так вот засыпаю. И этой воды, этой влаги в стакане нам будет достаточно на долгое время. Теперь я этот стаканчик ставлю под лампу и накрываю пленочкой. И все. И через пару дней будут сходы. КС-97. Это мой любимый помидор прошлого года. Это черри. Такие желтые. Ставлю в видео летом, как выглядят эти помидоры. Вот пять штучек. Я буду высаживать этот гибрид КС-97. Этот помидор до такой степени новый, что у него еще нет названия. У него только цифровое название. И что бы вы могли думать, вот этот помидор. Сейчас уже конец февраля. Уже скоро март месяц. И смотрите, у меня еще есть этот помидор. И вот прямо с этого помидора я хочу посадить тоже семена. И вот сейчас я при вас открою этот помидор. И мы посмотрим, в каком состоянии у него семена. Ну, сейчас посмотрим. Смотрите. Вот, есть семена. И вот эти семена тоже прямо вот такими сырыми, мокрыми, прямо с помидора. И вот этот помидор КС-97, который долежался до марта месяца практически, я посажу. И сравню, я хочу сравнить настоящий гибрид семена, как будут выглядеть. И вот F2. Вот такой помидор долежался. А здесь у меня стоят перцы и баклажаны. Смотрите, как они уже выросли. Вот некоторые под стеклом. Практически уже все, все уже взошли. Перцы и баклажаны. Вот такая красота. Пленка я закрываю для того, чтобы не поливать, и чтобы хорошо держалась влага, и чтобы было им тепло. Вот такие у меня уже перцы и баклажаны. Как я замачиваю семена баклажанов и перцев, можете посмотреть. У меня есть видео, как я замачиваю и высаживаю перцы и баклажаны. У меня есть такое видео.